Ну с утра заметила то, что воду отключила до этого, я вообще не знала то, что... Ну не было информации такой. Вот, хотела посуду помыть, а тут воды нет. И как справлялись в итоге? Холодной водой. Можно погреть в чайнике. Ужасно справляемся. Не помыться ничего, не посуду помыть. Ну как выкручиваетесь в итоге? Ну как греем воду. Греем воду на газу холодную, ставим и моем посуду. Моемся вот так. Вот ты говоришь, что тебе нормально. А почему тебе нормально? Да, потому что жарко как раз. И все. Потому что мне нравится. Это очень серьезная проблема. У людей скоро выпускные, последний звонок скоро, а воды нет горячей. И это ужасно. Ну воду кипятить приходится в чайниках, в федрах. Справляемся. Пока жарко, можно справляться, ничего страшного. Если подремонтируют там что-то, есть какие-то есть нюансы. Тем более, что жарко. Жарко на улице. Можно и немножечко подогреть. Да, я знаю, что отключили воду. Меня это не напрягает. Ну и под холодной можно помыться. Потому что жарень на улице. Еще пока нет, дома не было. Перед фактом мы стоим. Воду горячей отключили. Как вы справляться будете? А куда деваться кипятить? Было бы здорово, если бы чуть-чуть заранее предупреждали. А так, куда деваться? Нужно же ремонтировать теплосети тоже. Греем воду. Чайником, кастрюлями. И еще можно кипятильником. Ну, напрягает, конечно. Особенно, если девочки моются. Им надо мыться. А нам-то так прополоснуться. У бабушки индивидуальное отопление. По-моему, нет проблем, если есть бойлер. Буду ездить в Чебоксары. Как будет? Я не знаю. В деревню мы поедем? У нас есть водонагреватель проточный. Вот, помогает, выручает. Лучше не мучиться. Пускай лучше в городе будет горячая вода.